Пасмурно, влажно, то снег, хлопьями, то моросящий дождь. Классическая гриппозная погода не дает брещанам расслабиться и насладиться зимними пейзажами в полной мере. Уже который день правит бал-мокрый снег. Картина за окном вряд ли сможет кого-то порадовать, а вот то, что ни одного случая гриппа в Брестской области сегодня не регистрируется, прибавляет оптимизма. Мы находимся в предэпидемическом периоде. Мы в ожидании эпидемии. Как правило, эпидемический подъем у нас наблюдается на территории Брестского региона. Это вторая половина февраля. Если говорить по тому, как сегодня мы работаем, мы работаем в штатном режиме. Большого количества пациентов с гриппоподобными заболеваниями у нас пока еще нет. Но в случае типичных гриппоподобных инфекций мы уже имеем. Но быть ночеку все же нужно. Еженедельно по контрольным городам Брест, Тупинску и Барановича медики фиксируют до 4,5 тысяч пациентов с острыми респираторными заболеваниями. Что на 10% превышает ситуацию прошлого года. Группа риска по заболеваемости острыми респираторными инфекциями являются дети. Их удельный вес в общей структуре заболеваемости составляет около 60%. До каникул в декабре этот показатель был больше. Детей парило почти 70%. Сейчас немножко меньше. Как говорят, что прощает простуда, не прощает грипп. Он начинается молниеносно и крайне опасен своими последствиями. Они характеризуются жизнеопасными осложнениями. Бактериальная пневмония, бронхит у детей стеноз гортания. Как защититься от опасных болезней, если прививка от гриппа не состоялась? Закаливание, протирание тела холодной водой, даже хождение босиком по полу дома, проветривание помещения, дневной сон в течение, допустим, получаса при открытой форточке. Все это повышает, стимулирует защитные силы организма. Встречать любую болезнь нужно во всеоружии. Ведь если правильно подобрать терапию, заболевание будет протекать заметно легче. А если и вовсе добавить в свой органайзер графу профилактика, можно оставаться здоровым и активным на протяжении всего года.